К другим темам. 913 километров. Такова, по данным Яндекса, протяженность всех омских заборов. Если выстроить их в одну линию, то они растянутся от Омска до Томска, минуя Новосибирск. Разумеется, большинство ограждений в промышленной зоне. Например, у нефтезавода. Это более тысячи гектаров огороженной территории. Однако и в жилой части мегаполиса немало заборов, за которыми годами, да что там, десятилетиями ничего не происходит. Дмитрий Куканас прошелся по наиболее известным адресам и узнал, кто и что прячет за высоким забором. Сакен Хусаинов рассказывает, как создавались ворота улицы Жукова, башни, получившие впоследствии имя архитектора. На эту магистраль возлагали большие надежды. Она должна была стать второй центральной улицей и дать толчок развитию благоустройства по направлению от реки. Но вот уже 25 лет Жукова не может получить законченный вид из-за нескольких пустующих участков, обнесенных заборами. Вопросы собственности, которые стали главнее, чем вопросы градостроительства, и в этом никаким образом не участвует власть, она обрекает вот такие задумки на то, чтобы возникали такие попрешины. И эти незастойные куски, они не позволяют делать город целиком и не позволяют сделать благоустройство таким образом, чтобы это уже смотрелось законченным продуктом. У одного из таких участков на перекрестке улиц Жукова и Лермонтова сменилось пять владельцев. Один из последних хотел возвести вот такую 30-этажную пирамиду, на фоне которой терялся бы даже музыкальный театр. Сейчас право собственности зарегистрировано на кипрский офшор. Еще два участка на пересечении Масленникова и Жукова не имели постоянных хозяев. Одни хотели построить многоэтажную парковку, другие возвести офисное здание, третий – торговый центр. В конце прошлого года постановлением арбитражного суда арендатору, управляющей компанией «Промсвязь», срок для завершения строительства продлили всего на три года. Земля по соседству прошлым летом тоже перешла в новые руки. Председатель совета директоров компании «Русском» Тимуре Лотария представил градостроительному совету проект торгового центра. Но архитекторы отнеслись к эскизам скептически. Вариант Лотарии отправили на доработку. Когда на участке начнется строительство, теперь никто не знает. История с улицей Жукова, когда в потенциально перспективном районе выгодные участки разобрали и заморозили на долгие годы, сейчас повторяется на бульваре архитекторов. В этом месте планировали разбить сквер, но отдали под коммерческое строительство. Застройщик обещал подземный паркинг. Но за 9 лет успел только выкопать котлован. Подобных мест в Омске десятки. Исправить ситуацию с долгостроями отчасти помогут новые законодательные нормы о порядке аренды. Теперь, если за три года объект не сдан в эксплуатацию, арендная плата увеличивается вдвое. Собственников пытаются заставить застраивать участки всеми способами. С прошлого года введена в налоговый кодекс норма, которая также гласит, что если в течение 10 лет собственник объекта, прежде всего земельного участка, соответственно, незавершенки какой-либо, не вводит объект в эксплуатацию в течение 10 лет, то ставка налога увеличивается тоже в два раза. Но вот правоприметательные практики касаемо ставки земельного налога еще в Омске нет. Пока же происходящее в Омске соответствуют официальные символики. На флаге и гербе города – стена. Правда, сейчас это уже не крепость на Амии, а город заборов. По данным Яндекса, их общая длина составляет около тысячи километров. Дмитрий Куканус, Дмитрий Головко, Константин Демиденко. Омск.Здесь.